Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Ни для кого не секрет, что в каждом государстве правоохранительные органы работают согласно законодательству, которое принято именно в их стране. Какие-то действия одних могут быть непонятными для других. Ведь всё зависит от уровня развития населения, а также от множества других факторов, исторических в том числе, которые способствуют принятию определённых правил. США – это государство, в котором полиция особенно развита, плюс ко всему она также воспользовалась отличным пиаром со стороны кинематографа. Однако фильмы не лгут, ведь полиция этой страны действительно делает множество вещей, которые неизвестны представителям аналогичной сферы деятельности в других странах. Служба полиции США сопряжена с некоторыми дополнительными сложностями, которые не так ярко проявляются в других странах мира. Именно по этой причине местные полицейские вынуждены делать некоторые специальные действия. Одним из таких является лёгкое касание пальцами задней фары на автомобиле, который только что был остановлен. Служба в американской полиции связана с повышенным уровнем опасности на фоне легализации огнестрельного оружия. Именно по этой причине у стражей порядка есть ряд специальных предписаний, например, на случай остановки автомобиля. Одним из таких требований является касание ладонью одной из задних фар только что остановленного автомобиля. Всё это является вовсе не какой-то милой традицией, а вполне конкретным уставным требованием. Появилось оно в те годы, когда у полицейских ещё не было видеорегистраторов, а в городах и на шоссе не стояли многочисленные камеры наблюдения. Суть данного действия крайне проста. Нужно оставить свои отпечатки пальцев на остановленном по требованию автомобиле. Делать это вовсе не обязательно на фаре. Можно коснуться кузова и в другом месте. Тем не менее, большинство полицейских оставляет свои отпечатки в момент остановки машины именно на фарах или на крышке багажника. Отпечатки, в свою очередь, нужно оставить для своих коллег, а также для суда на тот случай, если с полицейским что-то случится. Например, его захотят ранить или вовсе убьют. Таким нехитрым образом с высокой долей вероятности можно будет доказать, что сотрудник правоохранительных органов остановил именно эту машину. Сейчас данный приём выведен из устава американской полиции за ненадобностью. Несмотря на это, требование уже успело превратиться в традицию, и полицейские продолжают оставлять свои отпечатки пальцев на каждой машине, которую пришлось остановить. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.